Доброе утро, мои дорогие, мои золотые. Сегодня я иду в больницу. Мне должно зрение проверить, что я плохо вижу совсем. Может поэтому у меня такие головные боли. И это все, я сейчас иду. И сегодня, как назло, девочки, муж не может. У меня без 10,9. У меня сегодня, это осмотр, да? Это вот здесь недалеко, пешочком можно. Но ребенка в школу не могу отвезти, потому что без 10. А она в 9 же заходит, а мне без 10,9 нужно в школу. Завтра у меня анализы мочи и крови, и это все. И говорю, Кайтана, Кайтана, скажи. Ну, Мирея, наверное, сейчас Мирея должна прийти со своей матерью и заберет, а они вместе пойдут. Так что я ухожу, оставляю ее, она сама оденется, сама обуется. Ну, она и так каждый день это делает сама. Но я имею в виду, в этот раз меня не будет. И, конечно, переживаю, что школа одна пойдет. Надо с вами внимание для девочки. И все, как-то, знаете, девочки, я уже привыкла. Я не могу, что я всегда привыкла. Нога, слава богу, 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 легче, девочки. Замучила мне этот палец, это вообще-то, вообще-то. А где он уже, там-там остался, да? А, вот, кританочка понесла, умница моя. Вот так, девочки, замучилась я с этим пальцем, замучилась я вообще всем. Вот так, кританочки приготовила уже, этот, то, что с собой в школу надо. Ухожу, девчонки. Я все время, у меня, у меня такое чувство, темно, ну, у меня такое чувство, что я всегда опаздываю. Всегда у меня было вот это чувство, что я опоздаю. Что я опоздаю, и все время там первая должна быть. Как будто больше делать мне нечего. Вот такое у меня вот чувство. Ой, я лекарство забыла. Я могу на пальцах посчитать, чтобы я вообще когда-то опоздала куда-то. Вот настолько, девчата, что на работу, что куда бы не было. Это спать лекарство. А, сейчас выпью, еще уснул по дороге. Так что мне надо от зоба выпить, нет давления. Потому что я уже, что, она ломается, что ли. Не целая вышла, не целая вышла. Я уже устала, девочки, от того, что у меня голова варит иногда. И мне посоветовали зрение проверить. Я же постоянно в очках, девчонки. Но все равно, вот постоянно в очках. Я же сближены не вижу. Сдалека я очень даже неплохо вижу, да? Сколько раз я сегодня утром проснулась? Как будто, я не знаю. Завтра мой муж отпуск берет. Ну, что там, неделю. Неделю будет в отпуску, и все. Кайтаночка, солнышко, иди сюда, я тебя поцелую, я ухожу. Иди сюда, ой, моя красавица. Красиво волосы сделай, это нехорошо. Это недалеко. Там вот эти дома, видите, это вот тут. Я помню, мы сюда приходили с сестрой, чай пили. Он там на табуре, на этом сидели. Моя доченька здесь акрестики-нолики играла. Ой, как будто это вчера было. А это уже три года как прошло. Вот это где, видите, там женщина, как будто вот так руками. Это дом престарелости. Ну, престарелых. Там у Кико. У моего Кико жена, когда родила, ему было 7 месяцев. Последнему ребенку ее не стало. Она умерла, да? У нее рак был. Там, по-женскому. И вот ее заловка, его заловка смотрела, его заловка, получается, это жены сестра, да? Смотрела за младшим сыном. Она такая уже взрослая была. Такая она была молодец. Так она его любила и все. И вот мы сюда приходили, навещали ее. О, какой шум. С утра столько машин. Кошмар. И мы сюда приходили. Это тоже, чтобы попасть в дом престарелых, девчата, это должны быть там льготы. Это так дорого. Это не только ты свою пенсию должна отдавать. Еще там... Она стоит там почти 2000 евро, мне кажется, в месяц. Это смотря какая еще, да? И ты подаешь там заявку. После заявки тебе должны осмотреть это все. И потом государство оплачивает. Там какую-то половину процента государство оплачивает. Если нет, ты даже попасть не можешь сюда. А сколько есть людей, которых родители уже давно умерли. Вот дети уже такие взрослые. А у этих детей детей никого нету. Ну, нету никого, да? Они даже все свое им оставляют. Здесь такие дома шикарные, девчата. Здесь один домик есть. Очень красивый. Мне так нравится он. Вот это уже сколько лет ему. И он до сих пор, я вижу его красиво. Вот этот у них и дворик. Есть я так вот так пешком. Первый раз, между прочим. У него там, видите, гараж. Вот так чуть-чуть зелень. Ход, выход. Красивенький домик, хороший. Добротный. Такой большой. Крыша так хорошо сделана. Ну, мне нравится. У них, видать, и дворик есть. И дворик там есть, да. И с той стороны у них там что-то душевая, что ли. Там что-то вот такое. Хороший домик. Мне было так в городе, недалеко от квартиры. Так, сейчас посмотрим. Я что-то рано, наверное, прошла. У меня без десяти. Я даже сейчас не знаю, сколько времени. Часы мои дома забыла. Не одела. Хотя в телефоне же есть. Но я не знаю, почему. У меня в телефоне спешат. Уже с утра солнце бьет. И уже с утра жара, девчата. И вот когда кик на золовка там лежала, лежала или как. Хотя она ходячая была и все. Я прошла сюда, я так удивилась, девчата. Что там, ну, такие условия хорошие и все. И смотрю там, младший сын вот этот, за которым она смотрела, его Густаво зовут. Смотрю, Густаво тоже пришел. Я говорю, какой ты молодец. Пришел тетю свою навестить. Он такой, она же для меня как мама. Она же за мной смотрела. Как ни про дуги. Говорит, на каждые выходные прихожу смотреть за ней. Я говорю, молодец. Вот резиденция вот такая. Знаете, большая. Все. Вот одной из таких резиденций там в другой стороне. Моя старшая золовка работает. Мне дорогу надо перейти с этой стороны солнца. Я не люблю под солнцем идти. Мне прям вот давит это солнце. Уже с утра такая жара. Тут домики тоже ничего. Да, они такие маленькие немножко отвечают. Кажется, что они такие большие и все. Но они такие маленькие, смотри. Машин нету, дорогу перейду. Сейчас посмотрим, что мне насчет зрения скажут. Молодцы, они насчет пешеходов останавливаются сразу. Я в Дагестане на пешеходном стояла без светофора. Девочки. Я чуть не сдохла. Уже стала показывать пешеход. На меня так смотрят, как будто я дура какая-то. Какую-то глупость сказала. Ну, жди, пока машин не будет, проходи. Так, сейчас посмотрим. Примут, не примут. Это не это, девочки. Ой, какая я тоже дурень, да блин. Это чуть-чуть дальше. Это просто физио было. Я перепутала. Это чуть-чуть дальше. Там больница есть. Или вот тут, или в следующем. Я смотрю, думаю, с восьми открыто. Как может быть с восьми открыто, если у меня этот... С восьми открыто написано, девчата, а закрыто уже давно восемь. Люди спортом занимаются с утра, ходят. Какие молодцы. Я заметила, девчата, большинство, кто спортом занимаются, худенькие такие, да. Такие, как я, полненькие дома сидят. Так, я думаю, что это вот это. Или вот это. А, нет, воспитатель Дедия. Вот это, наверное. Вот это, да. Сейчас мне же еще спросить надо, куда, что. Поэтому чуть-чуть заранее прошла. Хотя я не знаю, насколько я заранее пришла. Потому что... Да, я один раз туда приходила. Мне просто зрение проверить, но не знаю, сколько. С этой стороны, мне кажется, вход, да. Так что сейчас спрошу, что к чему. Девчонки, вы себе представить не можете, как это ужасно. Они мне сделали какие-то капли, чтобы расширить мне это, да. И вот сейчас все вижу мутно. Заставили там сидеть до хрена времени. Потом мне... Я там села. И стали мне вот это давать. И я все вроде бы хорошо видела, да. Но вот все мутно. Сейчас вот иду, и мне вот это все мутит. Я даже себя не вижу сейчас ни в телефоне, нигде не вижу. Я вот это все мутно вижу. И это... Он мне говорит, это три часа, говорит, держаться будет у тебя вот это. Буква какая? Буква такая. Буква сикает. Сюда посмотри, сюда посмотри. Короче, чуть-чуть... Деречил мне сказал. Чуть-чуть правый глаз. Чуть-чуть есть. Потом, говорит, ты пойдешь к своему врачу. Я даже не знаю, что я снимаю. Пойдешь к врачу своему. Девчонки, иду потихоньку, да, боюсь упасть. Потому что у меня прям плывет все сейчас. Идешь к своему лечащему врачу, и тебе лечащий врач все объяснит. Я говорю, ну я... Честное слово, девчата, вот настолько мутно сейчас вижу. Я первый раз это делаю. Никогда мне это не делали. Они мне какие-то капли закапали. Да, вот. И вот эти капли... Вот сейчас я иду потихонечку, на всякий случай, да. Но я знаю, что это пройдет. Сейчас просто дома чуть-чуть полежу. Потому что все... Вот когда вот... Первый раз у меня такое. Я ему говорю, ну и что? Он мне такой лечащий врач. Я говорю, ну вы скажите, говорю, как у меня зрение? Он такой внутренне все нормально, говорит. Ну да, вам очки не нужны. Вы, говорит, все видите, сдалека видите. Все видите, говорит. Только, говорит, сближены. Я говорю, да, я только на телефон, когда отвечать, там что-то нужно. Говорю, прочитать, говорю. Одеваю очки. А так нет. Он говорит, да, да, вам, говорит, не нужно. Говорит, очки. Вы, говорит, у тебя что-то такое ужасное состояние. Кошмар. Ладно. Оставляю вас.